Ответ. Объясните, в чём смысл? Тишина. Ну, Канада ассоциируется, на самом деле, с кленовым листом, кленовым сиропом, ну, как и Северные Штаты США. Возможно, в один период идёт кленовый сок из кленов одного цвета, в другой период берёзовый сок другого цвета, наверное, это янтарь, скорее. И лишь малая часть собранного этого кленового сока превращается в кленовый сироп, который у меня лично очень ассоциируется с Канадой. Передайте, пожалуйста, господину Башлыкевичу чёрный ящик. Это интересная версия, господин Башлыкевич. Не ожидал, что такое вообще можно придумать. Но вы как-то это сумели сделать. Даже сейчас мне интересно в вашей реакции, когда вы его откроете, этот чёрный ящик. Вопрос был, на мой взгляд, несложный. Готовы открывать? Да. Открывайте. Смотрите. Это кленовый сироп. 6-0 пользу команды Алены Полушевой. Команда Алены Полушевой одержала победу с счётом 6-0 на телезрительные канала ОНТ и благодаря этой победе давайте мы с вами посмотрим. Перемещается команда на верхнюю строку рейтинга, верхнего рейтинга нашего клуба и становится главным прецедентом на выход в финал летних игр что, где, когда. Вот имена победителей. Сергей Башлыкевич, Елена Шибут, Валерий Семёнов, Денис Сулавка, Владимир Михайлович, капитан команды Алена Полушева. Очень правильно был выбор игрока. Мне показалось госпожа Полушева на решающий раунд. Я вас поздравляю. А сейчас подарок от знатоков кофе знатокам телеклуба. Новинка сезона Бориста Арт. Бориста Арт – это три уникальных бленда кофе, совершенных как произведение искусства. Сто процентная арабика и всегда свежая обжарка. Бориста Арт – вкус, вдохновение. Госпожа Полушева, угощайте сами. Угощайте господина Башлыкевича. Сейчас будет определён лучший игрок команды Алены Полушевой. Госпожа Гришкина, вот теперь уже нужна ваша подсказка. Теперь ваше слово. Кого выбираете? Ну, сегодня на самом деле игра была очень интересная. Нам, в принципе, понравилась игра сразу нескольких игроков. В том числе прекрасную капитанскую игру сегодня показала госпожа Полушева. Но последний вопрос, по-моему, решил всё. Поэтому мы сегодня за господина Башлыкевича. Господина Башлыкевича, на милейце я почему-то так и подозревал. Но господина Кубардия привык не слушать наших знатоков. Посмотрит, что будет сейчас. Привет, Кубардия, прошу вас. Господин ведущий, очень интересная была игра. Спасибо знатокам. Во время рекламной паузы у команды было очень бурное. Обсуждение, кто останется на решающий раунд, господин Башлыкевич самоотверженно взял на себя эту непростую миссию и привёл команде к счёту 6-0. Поэтому мне приятно согласиться с госпожой Гришкиной и назвать лучшим игроком сегодняшней игры господина Башлыкевича. Господин Башлыкевич, я вас поздравляю. Как лучшему за такой игры вам достаётся премиальная банковская карта Visa Platinum Payway под Белорусского народного банка с 500 рублями на счету. Госпожа Рабкина, вы переживали. Видите, Вера, прибыток в семье. Господин Проховчик, кому достанется приз за лучший вопрос? Господин Юрьевич, я хотел бы, во-первых, телезрителю, которому решили необоснованно победы с переводом Ромео и Джульетта, выплатить компенсацию в размере 300 рублей. Это на Билл Бринси. Это как раз у него был 10-й вопрос, 10-й игре. Вот почему мы его поощряем. Хорошо, сколько рублей? А, 300 рублей. 300. А лучший вопрос, это вопрос про железную дорогу. Про железную дорогу. Он постой и житейский. Я с вами согласен. Студент Дмитрий Суганяев из Бреста. Ну, было ещё и видео был вопрос, давайте про это упомянем. Всегда в видео вопросах есть больше шансов выделиться. Дмитрий Суганяев зарабатывает дополнительные 500 рублей благодаря решению господина Прохорчика и страховой компании «Кентавр». Ну, раз уж господина Башлыкевича признали лучшим знатоком сегодняшней игры, госпожа Повышева, давайте мы с вами вспомним о том, что именно господин Башлыкевич на 56-й секунде сообразил, помните, вопрос про платвичку, птичку. И поэтому, мне кажется, что в пару вам лучшим вопросом, который не выиграл сегодня у вас, я с полным правом признаю вопрос Антонины Макаровой из агрогородка Люденевча, Гомельской области. Я вас поздравляю. Вы стали обладателем сертификата на годовой доступ от видеосервиса «ВОКА». Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе на волочках не выбрал. Много вопросов осталось. Вопрос из Бобруйска от Елены Ипоновой. Далее сыграло много секторов подряд. И вот в конце у нас, да, Лида. Это вопрос от Артура Дудко. И, наконец, в 13 секторе лежал вопрос от Татьяны Шепетухи из Бреста. Все перечисленные авторы вопроса получают компенсацию от страховой компании «Кентавр» 100 рублей. Уважаемые телезрители, в следующую пятницу нас ждет игра команды Елизаветы Гришкиной. Очень яркие игры получились у команды в прошлом демютном для нее сезоне. Также напомню, что в зимних играх команды Елизаветы Гришкиной играла в одной игре как раз вместе с командой Алены Повышевой. И тогда 4 из 5 правильных ответов и дала именно молодежь. Но для победы тогда этого оказалось мало, господин Гришкиной. Пускай 6 дадутся. Господа Гришкина, а если бы вам предложили бы кого-то одного игрока убрать из вашей команды, господина Башлыкевича к вам взять, вот вы пошли бы на такой шаг? Нет, мне кажется, нет. То есть сами хотите победить? Ну, вообще да. Можно добавлять игроков, если вот не 6, а 7, например. Тогда бы взяли бы больше. Но вы знаете, у нас есть седьмой игрок, это господина Кубарди, и он никуда не денется, через неделю к нам в студию даст бог придет. Ну что ж, а эта игра окончена. Господин Башлыкевич, спасибо за игру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Аплодисменты! Аплодисменты!